Всем привет! Сегодня вас ждет обзор на BMW XM. Я уже снимал обзор на XM, но только тогда была черная машина, которая скрадывала многие интересные решения этого автомобиля. А сегодня у нас машина в цвете серый дровит. Достаточно популярный цвет на разных моделях BMW и, как мне лично кажется, очень неплохо вписавшийся в облик, собственно, BMW XM. Это машина в продаже на момент съемки. В описании к этому видео есть ссылка на само объявление в моем телеграм-аккаунте asatop.price. Поэтому, если кто-то заинтересован, переходите, изучайте, смотрите, обращайтесь, ну и, собственно, покупайте. Машина реально классная. Ну и, как и сказал, собственно, пробежимся, посмотрим, что из себя XM представляет еще раз. Я думаю, что таких обзоров будет далеко не один. Я постараюсь разные расцветки в меру возможности показать, в том числе и расцветки салона. Потому что здесь тоже черный салон, а очень хочется показать цветные. Цветные у XM прям шикарное исполнение. Ну вот, как раз вышло у нас солнышко, поэтому давайте смотреть. И перед тем, как мы перейдем к осмотру автомобиля, давайте посмотрим, сколько стоит аналогичный XM в продаже в данный момент. Для этого в приложении автору находим марку BMW. Затем ищем модель XM. Для этого нужно пролистнуть чуть ниже, потому что она пока не закрепилась в виде основных моделей. Убираем на всякий случай региональную принадлежность, сортируем по возрастанию и смотрим, что диапазон цен начинается грубо с 20 миллионов и доходит до 33. Но при всем при этом 20 это машина, которая отсутствует в наличии на заказ. А если мы листаем и ищем предложение из наличия, то там, скорее всего, у нас будут варианты... Ну вот, допустим, с пробегом 1000 километров 23 миллиона белого цвета машина из Америки. Это видно по светоотражателям по бокам от бамперов. Американки стоят, как правило, дешевле. Если мы ищем европейскую машину, как представленный автомобиль, то и порядок цен обычно заметно выше. Ну вот 24 500, 24 900, 25, 26. В принципе, по моим наблюдениям, действительно, примерно такой порядок цен на сегодняшний день. За хороший XM с аудиосистемой Bowers, в том числе привезенный из Европы. И в моем телеграм-аккаунте тоже много таких автомобилей представлено. Кто заинтересован в покупке XM, можете перейти по ссылке в описании к этому видео на сайт Автору и посмотреть актуальные предложения. Если кто-то вдруг не помнит, XM это, ну, фактически спортивная версия X7, хотя это, наверное, не очень корректно. И самая мощная МК на сегодняшний день. 653 лошадиные силы в этом исполнении. Бывает еще в будущем будет модификация Label Red, которая, грубо говоря, на сотню лошадиных сил еще мощнее. Но при этом из интересных решений есть отличие от других МК. Допустим, гибридная установка, позволяющая проехать ему полностью на электротяге порядка 80 километров. Причем это подзаряжаемый гибрид, то есть у него. Здесь с левой стороны есть разъем, позволяющий, вот, пожалуйста, при необходимости подзарядить автомобиль. Для того, чтобы получить всю его доступную мощность и плюс возможность двигаться на электротяге. Кроме этого, если мы говорим про сравнение с другими МКами, это первая М-модель, у которой есть подруливающая задняя ось. То есть задние колеса могут поворачивать, там, как правило, это в районе трех градусов суммарно, то есть полтора в одну, полтора в другую сторону. И благодаря этому огромный, опять с лишним метровый, такой вот, бегемот становится достаточно маневренным. Что тоже весьма полезно в городских условиях, потому что машина, ну, явно не трековая. Если те же X5M и X6M еще могут себя как-то более-менее чувствовать на треке, актуально. Я ездил не раз по Москва Рейсвей, Сочи, Автодром, Казань Ринг, и было не так уж и плохо, на самом деле. Тонны XM, ну, по приколу я бы, конечно, попробовал, но при весе в 2,7 тонны, не совсем его стихия. Мне довелось проехать 300 метров за рулем сейчас этого XM, пока я перегонял его сюда. Но даже этого хватило, чтобы немножко понять его, ну, не то чтобы характер, но отличие характера от X5M и X6M. Он комфортней, не могу сказать, что прям существенно комфортней, но он однозначно комфортней за счет иных настроек подвески. И он звучит и воспринимается, в том числе, видимо, за счет гибридной установки. Воспринимается, я имею в виду, по педали газа, а звучит, ну, понятно, по звуку, по подзвучке брутальней. Однозначно брутальней. И выглядит он брутальней. И за рулем ты себя ощущаешь, ну, интереснее и приятнее, чем за рулем X5M и X6M. При этом главный прикол заключается в том, что на сегодняшний день предложения на XM очень близки к предложениям на рестайлинговые X5M и X6M. Поэтому я бы однозначно присмотрелся. Ну, и вот специально показываю вам этот ракурс, потому что серый дровид прям шикарно, просто шикарно смотрится сейчас на этом автомобиле в сочетании с обилием черных глянцевых элементов. В частности, вот эта центральная секция переднего бампера. Массивнейшая черная решетка радиатора, которая имеет контурную подсветку, вначале она освещается. Это спрятанные основные блоки фар и, собственно, ходовые огни, которые как раз и берут на себя весь акцент, создают такой хищный прищур в совокупности с огромными ноздрями решетки радиатора, с массивным рельефом капота. Просто посмотрите на этот рельеф. Вот на сером, наконец-то, он раскрывается. Шикарно же смотрится. Вертикальный отвес переднего бампера, черные глянцевые вот эти юбки по контуру арок, причем с жирным таким слоем арки, пороги массивнейшие черные. И, конечно, колеса. 23 колеса как никогда хорошо здесь смотрятся. И дизайн колес классный, и размер их четко подходит под пропорции автомобиля. Далее окантовка окон, черный глянец, который у нас смещается вниз, дополнительные линии, проходящие по поясной линии автомобиля, доходящие до крыла и завершающиеся шильдиком XM. Зеркала черные глянцевые со шпилькой, с ножкой, да. Ну и, конечно, фонари. Фонари с обилием вот этих черных элементов, скрадывающих основные габариты самого блока фонарей, с тонкими линиями, леобразным рисунком ходового огня и тремя полосками, напоминающими флаг Motorsport. Ну и, собственно, опять же, за счет серого цвета, за счет контраста машина приобрела некий объем, некий рельеф, некую структуру и цепляет глаз. Плюс, конечно, юбка бампера, опять же, черный глянец, не серый, как часто бывает у M-пакетных диффузоров, а именно черный глянец, как у Competition-версии других M-ок, вздернутый сильно вверх до крышки багажника, вот то, что тоже крышка багажника, с вертикальными патрубками черными глянцевыми и центральным, но там, скорее всего, у нас противотуманные фонари. Вот, дровит просто обалденно вписался. Я думаю, что какой-нибудь Бруклин или там Нарда Грей, что-нибудь в этом духе, светло-серые, тоже XM-у очень пойдут. Ну вот, посмотрим. В меру возможности и белые, и красные, и синие, все бы хотелось увидеть, и вам хотелось бы показать. Ну, дровит, я удивлен. Вот, живьем я не ожидал, что он настолько хорошо будет смотреться, потому что буквально вчера я здесь снимал X5, 30-ый дизель рестайлинг, тоже, кстати, серый дровит. Ну, он смотрелся по-своему хорошо, но здесь на контрасте с обилием черных глянцевых элементов есть ощущение, что это не дровит, а какой-то другой цвет. Но это именно дровит. Обалденно смотрится. Хорошо. Внешне, я думаю, что налюбовались и достаточно. Давайте посмотрим, что по интерьеру. Здесь, увы, черный салон. Он сам по себе хорош, конечно, все в коже. Верх, центр, подлокотники, вообще все полностью в коже, включая низ. Сиденья, M-очные, ковши, опять же, черная кожа Мирина с другим рисунком, нежели у, к примеру, X5M и X6M, чем выделяется машина. И у Label Red, напоминаю, что вот эта верхняя часть, она может быть в ином цвете, к примеру, в красном. Шильдики XM в подголовниках. Обалденная, ну, как бы панорамная крыша, на самом деле, никакой панорамы здесь нет. Есть рельефное поле, освещаемое по контуру диодной подсветкой. И чем темнее на улице будет, тем обалденнее будет смотреться это все внутри. Цвет, конечно, меняется. Верх торпеда кожа, плюс вот такой структурный пластиковый каркас, да, то есть он ничего, кроме дизайна, конечно же, не несет, но смотрится эффектно. Изогнутая панель комбинации приборов, руль M-очный, стандартный, такой же, как у X5M, X6M, M1, M2 кнопки, глянцевое обрамление, карбоновые лепестки, как на M3, M4. Ну и, в общем-то, все. Обогрев перенесен в мультимедиа систему. Интерьерные планки, матовый карбон. Я думаю, что все XM-ы будут именно с матовым карбоном, тоже самое центральный тоннель, вот здесь торпеда. И, в общем-то, все. На дверях, обращаю внимание, никаких элементов интерьерных планок нет. То есть, вне зависимости от того, что у вас по интерьеру в отделке присутствует, там может быть дерево, предположим, хотя дерева нет, но я так, условно, неважно что, двери всегда будут выглядеть таким образом. Отличие будет только в аудиосистеме. Это либо Bauer, как у нашего автомобиля, либо Harman, соответственно, попроще аудиосистема. Серебристые вставки, кнопки управления памятью сидений и массажем, стеклоподъемники. Вот здесь почему-то все в гальванике, а эти клавиши сделали черным пластиком. Не совсем этого момента понял, но ладно, окей. Головина бензобака имеет свою отдельную кнопочку. Блок управления светом. Вот здесь интересное решение. Рестайлинговый X5 и X6, вот за X7 не помню, честно, но X5 и X6 получили такой, знаете, упрощенный вариант этого блока клавиш. То есть, там всего три кнопки. Здесь же, по старому образцу, больше клавиш, из чего следует, что, скорее всего, у нас отличается еще и мультимедиа-система. Я думаю, что здесь, возможно, не проверял, я предполагаю, возможно, операционная система 8, а в X5 и в X6 8,5, за счет чего отличаются и некоторые вот эти сопутствующие моменты. Но тут, говорю, пока не проверял, поэтому однозначно утверждать не могу. Потолок, конечно, Алькантара. И, кстати, стойки достаточно компактные. Если мы берем в расчет габариты этого бегемота, они действительно маленькие. Поэтому обзорность по стойкам хорошая, но плохая по дворникам. Посмотрите, сколько они не доходят. Порядка 6-7 сантиметров уж точно. Зеркало заднего вида сопоставимо с X5-X6. Даже заднее стекло крупнее, чем X6, насколько я понимаю. Здесь привычная нам развернутая в сторону водителя консоль. Идентичный с рестайлинговыми X5-X6 блок аварийки и крутилки мультимедиа-системы. Центральный тоннель такой же, как у X6, с приливами по бокам. Подстаканники, обогрев, охлаждение, площадка зарядки. В общем-то, все вполне знакомо уже по другим моделям. И джойстик коробки передач. Такой же, как и на других М-ках. Но здесь момент, на который стоит обратить внимание, то, что при стайлинговых X5-X6 уже маленький джойстик, хрустальный. А для М-ок пока оставили такой привычный ухватистый рычаг, у которого сбоку, ну, в передней части, наверное, имеются традиционные две кнопки. Паркинг и управление скорострельностью коробки передач. Левее привычный, опять же, набор кнопок отключения стабилизации, широкоугольная камера, парктроники и камеры круговые. И здесь еще одно такое отличие от X5-X6, потому что у них при наличии круговых камер, кнопка широкоугольных камер уже отсутствует. То есть, только одна клавиша осталась. При этом функционал весь в меню присутствует. Здесь же именно по клавишам осталось, как, к примеру, было до рестайла X5-X6, X7, ну и так далее. Я могу, наверное, сделать вывод, что, возможно, с точки зрения разработки, когда машины разрабатывались, XM разрабатывался раньше, поэтому какие-то решения, присутствующие в рестайлинговом X5-X6, они здесь пока отсутствуют и появятся, может быть, немного позже. Затем красная кнопка запуска двигателя, кнопка Setup позволяет, собственно, поиграться с настройками самого автомобиля. Привод, рекуперация, шасси, рулевое управление, тормоза, полный привод MX Drive. Все это можно настроить. Далее M-Mode, режим работы ассистентов, либо дорожный, либо... Еще раз нажимаем. Вот так. Спортивный. Трекового режима здесь нет. В X5-M, X6-M и некоторых других моделях M-ках есть трековый режим, но тут он отсутствует просто потому, что машина, видимо, они и сами понимают, явно не для трека. Собственно, зачем тогда трековый режим? И еще одна кнопка, которой не было ни на одной другой M-ке никогда, и впервые она появилась, M-гибрид. Нажимаем эту клавишу и можем выбирать режим движения. Гибридный, полностью электро, либо, собственно, контроль за оптимизированным зарядом батареи. То есть разные режимы, связанные с гибридной установкой автомобиля. Далее кнопка, отвечающая за выхлоп и автохолд, то есть удержание автомобиля на тормозе после полной остановки. Правее ручник, помощник спуска с горы, ну, собственно, джойстик мультимедиа-системы. И вот здесь небольшой минус всех M-ок, на фоне, к примеру, не M-ок, у которых есть опция хрустальной отделки вот этих органов управления. У M-ки обычный джойстик, и не может быть какого-либо другого. То есть вот самый-самый простой, с матовой поверхностью сенсорного ввода, и все. А при этом какой-нибудь обычный X5, даже 30-й дизель, может получить красивый хрусталь. И вот здесь должно быть, вероятно, владельцам M-ок немножко обидно. А может быть, просто пофиг. Так, окей, перед пассажиром кожная торпеда с шильдиком M, много шильдиков M, очень много шильдиков. Бардачок, отделанный кожей. Ну и, собственно, все. Вот передняя часть, салон, он не сильно-то отличается от X5, X6, X7, точечные какие-то моменты, но в большей степени дверная карта. Да, она явно отличается. И вот эти вот элементы отделки салона, плюс пластиковый каркас. Все остальное, примерно как и у тех моделей. Ну вот, черный цвет, к сожалению, портит общее восприятие. Слишком уж стандартно все смотрится. Будь цветной салон, синий-коричневый, бежево-коричневый, и там еще какой-то, по-моему, есть. Смотрелось бы немножко, да даже не немножко, смотрелось бы сильно повеселее. Порадуемся за нормальные пороги. Можно выйти из автомобиля и не запачкать штаны свои. Ни X5, ни X6 этим подпластывать, к сожалению, не могут. XM может. Ну и огромная задняя дверь. Действительно очень большая, по меркам кроссоверов, по крайней мере, кроссоверов BMW. Вся, опять же, в коже. Здесь кожа, здесь кожа. Без шторок. Опции шторок. Насколько я помню, в принципе, для XM не бывает. Ручка спрятанная за подлокотник. И кармашки довольно крупные для того, чтобы что-то сюда можно было с комфортом разместить. Задний диван. Именно что диван вот здесь. Он прям по-настоящему воспринимается как диван. Он мягкий. Он такой весь пухлый и на вид в том числе. С хорошим рельефом. С поддержкой боковой. Плюс, посмотрите, как он красиво перетекает через вот эти бока. В дверные карты уходит вниз. Здесь диодные подсветки. Приятно. Вот на задней части салона поработали. И смотришь, сюда прям напрашивается оттаманка, чтобы можно было полностью положить спинку, чтобы выдвигалась какая-нибудь подножка. Вот это было бы классно. Тогда можно было бы его назвать не XM, а X8. И просто в таком виде уже предлагать тоже состоятельным дядечкам для комфортного передвижения именно сзади. По запасу для ног, если кто-то вдруг не смотрел первый обзор XM, показываю, места более чем достаточно. Потому что колесная база как у X7. Диван не двигается, никак не регулируется. Можно было бы, конечно, добавить такого рода вещи. Но вот делать не стали. Зато сделали изначально комфортный наклон спинки. И здесь сидишь немножко как в таком коконе, укутанный. Но вообще приятно. Хоть подголовники выполнены в стиле ковшей, они, вот видите, достаточно мягкие. За счет чего, в принципе, здесь можно расслабиться, даже в долгих поездках получать просто удовольствие от нахождения в этом автомобиле. Четырехзонный климат с обогревами, Type-C разъемы, универсальные разъемы для подключения каких-либо там держателей и, собственно, зарядки. И, в общем-то, все. Вот вам задний ряд BMW XM. И тоже удобная посадка-высадка за счет нормальных порогов. Багажник. Багажник не самая сильная сторона XM, потому что подполья здесь фактически нет. Да, можно крышку отщелкнуть и открыть, но там чисто батареи и прочая история. Плюс вот эта полка никуда не убирается, ее можно отщелкнуть и вообще снять, убрать. Но она не складывается, никак не сворачивается. Под пол ее тоже не убрать, поэтому немножко ограничивает удобство пользования багажником. Но сам по себе объем багажника под полку за счет ширины, за счет глубины достаточно приличный. В комплекте с автомобилем идет такая классная сумка XM, которую все постоянно хотят себе присвоить. Но вот здесь, пока этой участи сумка избежала. Внутри сумки находятся всевозможные провода для зарядки автомобиля электро, его электрической части. В багажнике, вот даже привязан, чтобы точно никто не дернул. В багажнике 12-вольтовая розетка с одной стороны. Подсветки и все. Даже крючков, к сожалению, нет. Вот с точки зрения организации багажного отделения, я поставил, наверное, ну если не двойку, то тройку уж точно. В плане удобства багажник слабоват. Ну и еще раз, на всякий случай, мы посмотрим, что же тут происходит под капотом. Напоминаю, что это первая модель в текущей линейке BMW, у которой под капотом стоит. Ну, фактически, абсолютно новый двигатель. Это S68 4.4 V-образная восьмерка в совокупности с мягкой гибридной установкой. Нет, вру, не с мягкой, а именно с гибридной установкой. У мягкого гибрида жгуты фиолетовые, их поменьше. А здесь огромное количество, вот видите, оранжевых жгутов. Это полноценный гибрид. То есть здесь уже есть полноценный электромотор. Да, не самый какой-то мощный, но тем не менее. И запас хода уже 80 км полностью на электротяге. Тут же можно увидеть очень массивную распорку стальную под капотного пространства. Много разных точек она соединяет между собой. Плюс вот к моторному щиту, от опор амортизаторов. Ну, видели в X5M, в X6M и в других М-ках нечто подобное уже и не раз. Здесь шумоизоляция на месте, трехточечные форсунки омывателей. Все вполне привычно. Мощность 653 лошадиные силы, разгон 4,3 секунды. Далеко не самый быстрый М-автомобиль, если не самый медленный на сегодняшний день. Но он не про скорость. Он не про разгон до сотни. Он про агрессию. Даже в статике, вот когда стоит про агрессию. Он про восприятие вас окружающими. Он про понты, однозначно. Он про дизайн. Он про неординарность. И про то, что он никого не остает равнодушным. Все, кто его видит, либо говорят, фу, какой страшный уродец. Либо говорят, он просто чумовой, обалденный. Я себя отношу ко вторым. Я считаю XM невероятно крутым и красивым автомобилем. И, конечно, в некотором роде мечтой. Потому что при такой цене остается о нем только мечтать. Тем не менее, если вдруг вы можете не только мечтать, но и купить себе такую машину. Напоминаю, он в продаже. Обращайтесь. Контакты мы указаны в начале и в конце этого видео. Ссылка в описании имеется на эту машину с ее подробными фотографиями, комплектацией, ценой и прочим-прочим. Кому интересно, собственно, звоните, покупайте. Кроме этого, напоминаю про свой телеграм-аккаунт asatur.price. Кто заинтересован в покупке или продаже автомобиля, преимущественно премиального сегмента, обращайтесь. Также мои контакты там имеются. Помогу, чем смогу. Понравился ролик? Не забудьте поставить лайк. Спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры создавал DimaTorzok